Всем доброе утро! Утро вторника, ой, среда. 14 октября у нас. Да ё-моё. Да. Привет, замечательно. Я, короче, на загрузку выезжаю. Давай, чутка попозже, сам понимаешь. Да-да, еду туда. В пятницу там гружусь, на Ригу, а сейчас еду грузиться на Саган-Юрг. Саган-Юрг или куда-нибудь. Давай, попозже поболтаем. А Димка звонил, который... Хозяин Вольвы, который вчера мы тут тестировали. Ну, видите, уже проболтался. Короче, да. Великая Стоялова, надеюсь, она закончилась. Вот. Ну... С этим-то... С эстонским грузом Великой Стоялова закончилась в воскресенье в понедельник. Вчера мы день простояли. Всё решали, куда же нам ехать. Куда же нам ехать, что там делать. Куда выходить, за какие деньги. Вот. И, ну, с Европой нам... С западной. Понятно, ничего не светит. Нет польских дозволов. Ну, куда? С далёкой Европой. Ну, вот тут вычислили... Было два варианта. Ехать на Казахстан. С Красноярска грузиться через Казахстан. То есть, через Казахстан возвращаться в Москву. Потому что, ну, напрямую... Совсем всё печально. Со ставками. Либо, либо вот нашли загрузку... Господи, по-моему, город Закалинск. Это туда. Короче, в монгольской границе, вдоль монгольской границы. Ну, всё, как мы любим. Там, где волки... Слегка чего-то боятся. Вот оттуда доской загрузиться на... На Ригу. По цене нормально. Отсюда. Ну, короче, решали, 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 решали. Договаривались, договаривались. А целый день. Так, вчера они туда приезжали за день. Ну, всё, по ходу срослось. Срослось. С этой. С этой. С... С Ригой. Сегодня среда. Загрузка у нас в пятницу. Туда 800 километров отсюда. Ещё на восток, потом на юг. И надо что-то же взять. По 700 километров просто так пустыми не ехать. Ну и вот едем мы сейчас в Иркутск. Сейчас время полдевятого. Грузиться. В ЖБИ какими-то, короче. Стройматериалами. Что там за стройматериалы? Не знаю. Написано 19 тонн. Едем, поедем в посёлок Саган-Нур. Мухар-Шибирский район, Республика Бурятия. Ну, это вот как идти. Вот. А тут, ладно. Да, короче, километров ещё 140 где-то так. В сторону Читы. Едешь вот почти на границе за Байкальским краем. И там где-то... Карифан мой, который с этим скалшом там суда. Разрез. Вот туда, короче. Наверное, я так понимаю, наверное, скорее всего, в этот разрез поедем. Какие-то стройматериалы туда повезем. Ну, чтобы... Не просто так кататься. Ну, как бы, в принципе, всё запланировано. Всё красиво. Скажем так. Как всё получится, вопрос. Не знаю. Сейчас едут. Не осталось 19 километров. Здесь прямо в Иркутске грузится. Тут написано прибыть к 9, но... Сейчас, может, тут в пробках немножко потолкаемся. Ничего страшного. Курсики стоят. Приросли тут. Вот. Ну, там ещё какая фишка в чём? Мы там грузимся, документы, все таможенные, все оформления у нас в Улан-Удэ. Ну, как сказали, что всё это дело... Оформляют. Оформляют. Будут оформлять... Завтра. Ой, не завтра. В пятницу. Или завтра, или в пятницу. Нет, в пятницу. Потому что 15 дней же даётся на... Это... На фитосанитарный. На фитосанитарный. Нам же будут фитосанитарный делать. Так что вот так. Поедем мы... Поедем сейчас в новый объезд Кундук посмотрим. Поедем. Поедем в бурятские в Кузы. Покушаем. Именно в то кафе там, где юрты говорят, вот туда бухлёрчика навернём. Ха-ха-ха. Но сейчас надо нам чем-то какими-то стройматериалами в Иркутске загрузиться. Деньги неплохие в ту сторону. Ну, а нам подаваться в ту сторону. Грешно ехать порожняком, согласитесь. Поэтому едем. Сейчас заезжаю в Иркутск. И ещё по Иркутску придётся там... Куда-то Кангаре поближе. Стояла вода, надеюсь, закончилась. Началась работа. Дай Бог. Зарулили. Если я не ошибаюсь, с левой стороны должна быть Скани. Коллега железо нагрузил. Ого. Хорошие ямки. Или Скани. Нет, Скани, наверное, ещё дальше. Немножко по другой дороге едем. Это не та дорога. А нет, Скани, вон, с левой стороны. Тут мы земной печечку продували. И первые батарейки мы здесь меняли. Первые аккумуляторы, которые не выдержали жары. Ой, не жары, морозов. Тогда Забайкальских. Тогда тут душило. 35 было так. Средняя. 33-35. Меска стояла. Продали они тогда её или нет? Не, по-моему, вон серенькая так и стоит. А вот в этом домике я тут ночевал. В этой комнате для клиентов. Так, ну, нам ещё дальше по городу. Ну, Иркутск, он такой вытянутый город. Вот как раз нам ещё 12 километров. Прокатиться по нему нужно. Ну, вот там, я смотрю, солнышко выглядывает. Сейчас пока видите, облачно. Но сегодня мороз такого не было. Сейчас минус 2. Ночью, может, градусов 6 было мороза. Ну, потому что вечером, когда спать ложился, было минус 4. Вот вчерашняя ночь была такая. Слегка морозная. Что даже автономка приказала долго жить. Топливо, топливо, топливо летнее, всё. Каналы подачи топлива, они там тоненькие совсем. И поэтому... Давайте, наверное, мы вот так сделаем. Мы всё равно коллегу обгоним. Он гружёный, мы пустые. Мы побежим резвее. У него что, это 300? Это хола, наверное, какой-то. Ну, есть только маленькие, конечно, поедут. Поедут. Ну, давай, да, братан. Педалька газа с правой стороны. Нажимаем. И поехали. И... Можно даже этот сам асфальтчик обогнать. Гружёный. Никто ехать не хочет быстрее. Ладно. Нет, не пойдём сюда. То есть мы его всё-таки догоним. Он резво разогнался. Разогнал Мурзатова. Ага. Ходишься в горочку, да? Ха-ха-ха. Сейчас мы тоже, наверное... Тонс 20... 19 написано по заявке. Тонс 20 загрузим. Поедем на Култук солярку жечь. И на Бандрик. Я уже многое тут знаю. Давайте сейчас поумничаю. Это вот здание. Жилой комплекс огни города. Два или три раза горело. Или не это? А, нет, не это. Там тоже такое же было. Хе-хе. Короче, извиняюсь. Поумничать не получилось. Не, ну там такое же самое здание. Мне Валентин показывал. А может и это? Может и это? Не, наверное это. Мы вон по той дороге. Вон там ехали с левой стороны. Там через мостик. Короче, если нет, то такое же. А умничать немножко не получилось. Хе-хе-хе. Че это поставим? Так, шесть нам осталось. Уже какой-то промзона видите. Железка здесь. Заводы какие-то. Да. Не заводы, а... Ну да, что-то думаем. Там плиты какие-то лежат. В общем, что-то делают тут. Там интересно. Да, если вам видно. Гора, он горит. На горе три столба. Так, три столба столбами надо перестроиться. Ё-моё. Все шторопятся утром. Скорее на работу. Та-та-та-та-та-там. Да-да, промзота какая-то. Так, сейчас, наверное, начнем толкаться немножко. ничего страшного если приедем не в 9 а в 9 10 то как раз все представительницы прекрасного пола которые выписывают документы успех кофе попить может быть не факт но может быть рынок какой-то автомобильный иркутск строй об торг о как пожалуйста пожалуйста 75 чатинский коллега на америке качеты мы не доедем ну бурятия то у нас загрузка это будет это еще братья будет в бурятии грузится потом уже все подробности расскажу но там в общем нас ждут интересные то что мы любим четко вот именно там бездорожье наверное но цена оправдывает средства как говорится плюс туда мы сейчас возьмем красавцы джан диры туда нормально едем оттуда плюс уже оттуда просто понимаете еще если бы идти на красноярск у нас было вопрос какой и мы потом на этом казахстан отсюда ничего нет отсюда есть сула ну да тоже на шимкент хорошая погрузка но там почему-то водитель россиянин сука всегда стратегическое производство на иначе вот там я на блоке какие вот есть еще что не знаю но неважно суть не в этом то есть отсюда забрать напрямую мы хотели через казахстан но напрямую забрать ничего не получается а чтобы попасть красноярск ну за и снимать ехать порожняком тысячу километров это не вариант напрямую с иркутска на красноярск ничего нет если есть то там ну как говорится даром так нам сейчас здесь направо на следующем повороте я сам заговорился не это мы думали поехать через бабучан из красноярска загрузиться на бабучан и это каннский 300 километров на север там тоже по таким дорогам потом с богучан до красноярска и только потом с красноярска брать на казахстан но сам факт что на бабучан то загрузка была с красноярской вроде тоже но там не факт что возьмешь с бабучан а там выходные в общем мы подумали что здесь будет поинтереснее почему во первых мы здесь уже загрузимся в пятницу и все и дарите мы все забыли с прибалтики чего-нибудь получаются вот конец октября я латвия литва эстония ну что-нибудь да найдем какой-нибудь загрузку в крайнем случае чтобы хотя бы москву выйти чем-нибудь выйдем оттуда без загрузки мы там не останемся 3 8 не выглядит он не тренируется гораздо выше даже и бояться не стоит это что-то что-то повесил знак 38 у нас главное вот поэтому вот решили все таки надо сюда ты мне во первых удобно через дом я заеду поедем через беларусь о том там через губан и зайдем в латвию выгрузимся в риге и назад то же самое со сси я все вещи музыка дому выгружу оставлю светом самое необходимое и потом до москвы даем машину и все вот план такой я думаю как будто принципе поинтереснее казахстан хочется хочется давно хочется не знаю как очень хочется я стурет казахстане не было два года за прошлой зимой этом вот если подсюда отсюда вот слону днр нашим кент через караганда 2 выгрузки караганда шинкент за русская была и по цене хорошая или такой в принципе машин хороший и плечо хорошая ставка хорошая планировали мы туда поехать но оказалось что там уже водитель врач водитель россия ничего вести я не знаю не я решал просто мне такую инфу обозвучить так нам и выехали на берег ангары своими тимиля ля-тополя здесь у вас голова еще не заболела я уже соскучился поговорить мы почти приехали нам остался километр 300 метров мясокомбинат иркутский утре на сегодня заявок не прислал к сожалению нужно было вчера сюда ехать прямо на берегу ангары ночевать чалку ну блин вот не знаю следующий здесь нет обязательно спиннинг надо будет погуглить чудо как как они выглядят какой купить мой кто чё посоветует какой за спиннинг какие блесны там сейчас сейчас еще это раньше там была одна блесна идут на ложку похожая которая сейчас же всяким там тут тут у это я что не пойму не написано не рисует наверху налево а дальше вот так все вижу а вот улица энергопроезд энергопоезд на сюда и надо кто посоветует кто хорошие спиннингисты братцы подскажите какой брат спиннинг какие-то сейчас же воплеры там сейчас мы дамочки наговорятся воблер и все эти дела там ну вы поняли короче замысел уже сыну мне вот сюда влево надо вот и как дорога есть что развернемся короче жду от вас хороших грамотных советов заранее спасибо кто не поленится напишет удочка удочкой удочку не везде закинешь наживки нужно там туда сюда спиннинг сами понимаете что там на берег горечки вышел покидал так вот надо знать какой какие насадки какие-то так что буду благодарен а мы по ходу приехали осталось нам 250 метров что какие-то 5 очередные дебри это же название компаний не знаю вы прибудете улица энергопоезд 1 все грузится как бы краном тут наверно здесь есть бы здесь газобетон сказал охранник прямо заезжать прямо и до конца прямо так прямо что-то наверно что-то тут смотрите сколько здесь всяких вот таких вот строений может казармы какие были военные что что непонятно я вот не знаю чем не тут нагрузят такого плит бетонных навалят а вот все равно вот за коллега стоит рядышком станем на следующем повороте направо дошла выключить ну и пойдем короче надо переобуваться кроссовки все надо воду доставать мыть видите все раскисло утром приехал все было замерзшие сейчас все потеплело все это превратилось в жижу там вообще катастрофа время уже обеденное все как всегда заявки нет хлеб сырой дяди плачут заявку прислали тут у ребят я смотрю обед знатный написано с 12 до часу пол 12 я уже не достучался я так понимаю раньше часа приходить тоже смысл короче сейчас мы тут день угробим все как всегда на ночь нужно будет выезжать так так сейчас мы вот эту штуку приготовим потому что вот это вот достану крышу сдвигать потом закинув прицеп будем ходить в рабочих все и свои штаны все вымазал надо тоже рабочие одевать так то кран что то крутится но все я уже в офис не попал короче ничего не меняется помоем кроссовки поставим их сушиться будем ходить в рабочих мотинках короче из-за них придется вот очередной бомж пакет есть а что делать время обеденное когда ты тут отсюда куда-нибудь доберешься так подумал загружусь с утра поеду где-нибудь на байкале пообедать станем бухлер чик там все дела вот еще испортился ё-моё вчера мы утарел хороший чайник закипает сейчас мы эту отраву замутим но иногда иногда если честно просто хочется даже вот именно этой отравы не знаю почему просто хочется вот но это редко сейчас не хочется мера вынужденная потому что потом грузится потом ехать надо а когда есть война войной обед по расписанию за желудка надо следить это до 30 лет было пофигу кусок колбасы на ходу и целый день едешь а сейчас уже все водичка закипает сальца копченого порежем капусточка есть еще вот этим делом вот этим делом пока тут они обедают вот вот смотрите будешь в кабине сижу на нюх ну иди сюда дам сало дей будешь копченая натур продукт конечно вкусно вкусно я знаю что вкусно не больше не нам не проси извини прошу понемножку я понимаю что ты можешь целый кусок скормить остальное я съем сам кстати раз уж открыл зеркало против или поленился проспал моду лица в порядок не привел все не вообще было в планах до этого доехать за улану д этом перед силенгой стать и это там душ сходить нам туда-сюда может она конечно так и будет вопрос только сколько будет время будет ли желание в тот душите хлеб тоже купил и конечно можно гвозди забивать но друг друга не было магазин зашел как говорится походи по базару поищите дешевле о чуть не вывернул так же и тут походите по базару поищите свежее без вариантов нормально ладно в Бурятию заедем там что-нибудь прикупим вот короче такой у нас сейчас будет по плану ну типа обед ну и само собой чай приятного нам аппетита короче я вам сейчас обитель зла изнутри покажу час дня обед закончился вроде бы вот я чего-то никакого движения не вижу иду вот в офис опять по дороге уже не пройдешь все раскисло грязи в колено сейчас через цех прошвыгнем здесь их вывозят там правда люди работают ну вот так вот так как-то так все это выглядит мрачное место на преисподнюю похоже а там увидите что делается там уже не пройдешь все в колено грязи в общем время уже без двадцати два китайца выпустим китайца выпустим так что мы подошли тут бы чистенько было а сейчас это болото смотрится какое здесь болото Моя, не утонуть бы тут часом. Значит, надо вот туда вытянуться, вправо. И вот туда задом затолкать по грязи. Это радио взять чуть-чуть побольше. Вот такое мы тут болото месим. Танки грязи не боятся. Если чем пугать грязью. Бердом. Утонуть не утонем, если что, вытащат. Вот утром пришел, я здесь ходил. Все, вот это все было замерзшее было. Без проблем в кроссовках бегал. Сейчас все. Такое болото, что не передать словами. Ну, вы сами видите, что. Что тут передавать-то? Главное, что процесс пошел. Может, сейчас, хотя бы часам к четырем отсюда, может, уедем. Было бы, конечно... Бесподобно хотя бы колдук по-светлому пройти. Так, а куда ехать-то я вообще не знаю. Сколько толкать? Все. Надо стать так, чтобы еще штора вперед сдвинулась. А, он махает. Все, вижу. Отлично. Да. Да. Ага. Не хочет? Все, сказал. Пойдет нормально? Ну вот, такого счастья нам нагрузили, братцы. Это почти по 200 килограмм, каждая, порядка тонн 19 будет. Так, ну, увязывать здесь совершенно нечего. Здесь все равно ничего не увяжешь. Это просто, просто нереально данный груз увязать. Поэтому, по идее-то, никуда они не денутся. Запас здесь большой, почти два метра. А не почти, а два метра есть. Так что, все, сдвигаем крышу. Собираемся. Блин, я уже заколебался вот эту грязь. Все, сдвигаемся. И, что, пошли за бумажками. Будем пробовать ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА